Я хочу поделиться с вами своим первым воспоминанием. По крайней мере, это то воспоминание, которое я зафиксировала уже на протяжении нескольких лет моей жизни, как первое. Наверное, я что-то здесь додумала, когда воспроизводила его, потому что вряд ли в том возрасте я видела действительно и запоминала его в таком виде. Мне было, наверное, где-то год или полтора, и я сидела в своей кроватке, какой детской кроватке с перегородкой, и мне захотелось молока. Ну вот, та картинка, которая мне рисуется, это моя бабушка, которая греет молоко на вот такой вот специальной подставочке советского образца. И я, наконец-то, получаю это молоко, я вот в предвкушении, оно сладкое, вкусное. Я его пробую и понимаю, что не то. Оно мне не понравилось. И таким образом оказалось, что мое первое впечатление детское – это впечатление об эстетическом разочаровании. Спустя много лет я прошла об одном исследовании, которое было сделано в 1998 году. Чуть даже попозже, чем мое воспоминание из детства происходило. Это исследование показывает, что среди младенцев примерно каждый пятый реагирует на изменение вкуса воды. То есть, что делается? Детям предлагают пить воду, какую-то простую, без каких-либо подсластителей. Но постепенно начинают добавлять, я уже не знаю, там не говорится конкретно, какой вкус. И четыре из пяти младенцев никак не реагируют на такое изменение. Есть предположение, что, возможно, они его даже не замечают. Но пятый младенец, как правило, начинает как-то реагировать, плакать или же, наоборот, радоваться новому вкусу. Таким образом, ученые предполагают, что, видимо, есть в популяции людей те, кто как-то больше ориентирован на вот эти впечатления, восприятия. И тут, конечно, возникает такой вопрос. Это хорошо, конечно, что вы сделали это исследование, но стоит ли выделять таких людей? Действительно ли существует какая-то особая такая секта, когорта, группа людей со сверхчувствительностью? Я знаю, что многие относятся к этому скептически. Многие говорят, нет, ну, это просто очередное модное слово. Тем более, что вот эта приставка сверх говорит нам о чем-то таком особенном, недосягаемом. И вот, наверное, люди выдумали себе такую особенность для того, чтобы быть не такими, как все. И с этим я, пожалуй, не соглашусь. Поскольку мой опыт подсказывает, что действительно такая разница есть. Сегодня я буду говорить многое от себя. Я проходила тот тест, который многие из вас получили. И мой тест дал положительные результаты. Благо, это не тест на ковид, а всего лишь на сверхчувствительность. Но здесь важно обозначить границы. Что же это такое? Что за сверхчувствительность? Мне не очень нравится то, что переводят этот термин с английского как сверхчувствительность. И уже в разговорах с людьми я заметила путаницу между сверхчувствительностью и сверхчувственностью. Сверхчувственность это как раз что-то противоположное, на самом деле, сверхчувствительностью. Это о, например, идеях, которые уже очищены от всего эмпирического. Это вот сложная, может быть, какая-то философская термина, какая-то трансцендентальность. Или трансцендентность, которая говорит о том, что за пределами ощущаемого, видимого и слышимого. Но это другое. Может быть, сверхчувственность это сентиментальность. Но тут тоже мы видим некоторые различия. Поскольку сентиментальность, по крайней мере, в том виде, в котором она была в 19 веке, это прежде всего проявление эмоций или чувств, притом достаточно узкого спектра. Это умиление, это радость, это какое-то удивление со знаком плюс, сочувствие, возможно. И прежде всего сентиментальный человек, как мы себе его представляем, это человек, который может заплакать при виде какого-то несчастного котенка, или обрадоваться при виде счастливого котенка, очевидно. То есть сентиментальность, это прежде всего про то, как я проявляю эмоции. Но вот когда мы читаем о сверхчувствительных людях, я сразу вам скажу, в какой литературе можно обратиться. Ну, вообще такой монополист этой темы, это Эйлен Арон, или Эйрон ее переводит фамилию, американская исследовательница, которая до сих пор работает вот в этом направлении, контролирует практически все исследования сверхчувствительности. И она проводила в том числе эксперименты, она писала научные статьи, и также она написала книгу, ну, такую популярную, которую может прочесть любой человек, который умеет читать и знать русский язык, или английский. Так вот, оказывается, по ее наблюдениям, что те люди, кого она относится к сверхчувствительным, они скорее даже не так сильно проявляют эмоции, как, например, те, кому легче пережить какие-то впечатления. Почему? Потому что, ну, прежде всего, нужно сначала как-то обработать эту внутреннюю информацию, а потом ее еще и показать. То есть не факт, что человек, который плачет, ну, вот вспомните актеров, он действительно так глубоко и долго и серьезно переживает ту самую трагедию, над которой он плачет. Так что же входит вот в это понятие сверхчувствительности? Здесь есть два аспекта. Первый аспект, он такой научно-биологический, нейрофизиологический, связанный с тем, что происходит, собственно, в мозгу человека. Ну вот, обычно это расшифровывается через аббревиатуру DOES. То есть D-O-E-E-S. То есть это глубина обработки информации, возбудимость, эмпатичность и сенситивность. И вообще, да, я сказала, что термин, мне очень нравится, как он переводится, потому что это high sensitivity, да, то есть это высокая чувствительность. Здесь речи не идет, на самом деле, о том, что человек находится где-то сверх возможностей эмпирических своих. Что же это за вот такие части? Глубина обработки информации, ну я сейчас буду очень сильно упрощать, предполагают взаимодействие нашего мозга, нашей психики с тем, что, с теми сигналами, которые поступают. Ну вот я представляю себе такую картинку, я сразу скажу, вот те, кто занимается, там, медики или биологи, они, наверное, скажут, что это все слишком упрощенно. Да, так и есть, это все упрощенно. Ну я представляю себе такую картинку, что у человека с невысокой чувствительностью, да, происходит следующая картина, допустим, поступает сигнал, и, я сейчас упрощаю, да, грубо говоря, его мозг смотрит на этот сигнал, такой, так, это боль, понятно, дальше поехали, это страх, хорошо, свет, ясно, то есть обработка идет достаточно быстро, и, ну, то, что называется поверхностно, то, что они называют поверхностно. А человек сверхчувствительный, вот к нему приходит этот страх и эта боль, и он такой, так, не он, а мозг его. А какая эта боль? А на что? Вот она ближе к душевному переживанию или к телесному, а она скорее сильная, она скорее острая или тупая, и так далее. То есть вот такая идет глубокая, всесторонняя обработка поступившего сигнала. Эмпатизм, эмпатия, я думаю, вам более-менее знакомое слово, это способность человека считывать чужие эмоции, да, также считается, что человек сверхчувствительный считывает эмоции быстро, легко, и более того, ему сложно не считывать эти эмоции. Мне писали мои респонденты, когда вот я общалась на эту тему, те, кто считает себя сверхчувствительным, что одной из проблем является нахождение, например, в каком-то, ну, не очень счастливом коллективе. И действительно, я на себе тоже это ощущала, что если вы приходите каждый день, например, на работу, а там все гневаются, печалятся и испытывают вот какие-то такие эмоции, то это тяжело воспринимать. То есть человек не может от них абстрагироваться, или, по крайней мере, это дается сложнее, чем человеку с низкой чувствительностью. Ну и возбудимость, сенситивность связана с тем, что очень легко проникают эти реакции, очень быстро они обрабатываются, точнее, не быстро, а быстро поступают. Можно подумать, что вот эта сенситивность связана с самими органами чувств. То есть если я хорошо вижу, хорошо слышу, то вот я как бы более сенситивен. На самом деле нет. Нет, на самом деле, допустим, если у меня плохое зрение, это не значит еще, что у меня нет этой высокой чувствительности, потому что речь идет именно об обработке информации. Не важно, насколько хорошо работает мой орган зрения. И таким образом мы понимаем, что с точки зрения нейрофизиологии, медицины, высокая чувствительность – это некая особенность нервной системы, врожденной особенности. которая заставляет человека и его нервную систему как-то ярче и глубже переживать и то, что воспринимается, и дальше тут идет более высокий уровень, то, что связано уже с мышлением. Ну, то есть, например, какая-то несправедливость, обида, что-то, что не только с сенсорной информацией связано, тоже будет восприниматься сильнее. И второй аспект – это то, как проявляется эта сенситивность. То есть здесь мы видим чисто какую-то особенность психики. Можно сказать, ну и ладно, мало ли особенностей. Не буду же я все время в своем мозгу ковыряться и узнавать, что там за особенность у него. Это, знаете, как я, когда хожу к какому-нибудь врачу, мне обязательно что-нибудь скажут такое, что, ну вот у вас там особая селезенка, особая печень, особое там сердце, там какой-нибудь клапан, там что-нибудь, какая-нибудь новая артерия. Я не знаю почему, но у меня каждый раз вот находят, наверное, это у каждого человека есть, если вот так вот начать обследоваться там. Много всяких приключений в теле. И второй аспект – это то, как я уже сказала, это то, как человек проявляет себя. И вот здесь, на мой взгляд, есть некоторые проблемы, особенно в описании этой сверхчувствительности. Поскольку, с одной стороны, нам говорят о том, что вообще-то вот эти сверхчувствительные люди, они такие, ну, как бы их обижают, их притесняют, особенно там в детстве, могут не замечать. И, ну да, отчасти, наверное, это так. Еще одно мое воспоминание с детства. У меня осталась такая фотография замечательная. Новый год. Мне, наверное, ну там лет пять было, шесть. И на этот Новый год мне подарили шерстяной костюм. Так как это были девяностые годы, то хорошая одежда, там натуральная шерсть, это ведь нечто ценное, хороший подарок. И вот у меня есть фотография, где я сижу перед елкой, а у нас такая елка была всегда большая, пышная, много всяких украшений, она вся сверкает. Сижу в этом костюме, то есть это штаны, кофты, вот так вот под горлом. И мое лицо выражает вот примерно такую эмоцию. Возможно, люди чувствительные уже поняли, в чем дело. Дело в том, что костюм шерстяной колется и очень сильно. И нужно сказать, что я, скорее всего, была достаточно терпеливым ребенком, потому что я много что могла терпеть, но это было выше моих сил. Естественно, мне говорили, что неправильно себя так вести, нехорошо ты себя ведешь, но тебе постарались, подарили такой костюм, а нужно же радоваться, улыбаться, что это за лицо такое. И действительно, вот в тех текстах, которые я прочитала, очень часто рассказывают о том, что люди сверхчувствительные, они постоянно сталкиваются вот с таким непониманием со стороны каких-то других людей, с тем, что заставляют что-то делать, что доставляет дискомфорт. Наверное, это так. Но с другой стороны, если мы посмотрим на то, как сейчас эта тема преподносится, то, честно говоря, вот я когда читала эти книги, мне было жалко не сверхчувствительных людей, потому что о них не говорится вообще ничего. Или, например, говорят о том, что ну вот есть сверхчувствительный человек и все остальные. То есть это как будто бы какая-то низшая каста. И ощущение уже складывается такое, что дискриминируются все остальные. Тем более, что если мы зададимся таким вопросом, ну хорошо, есть вот эти сверхчувствительные люди, а есть там они, может быть, как-то страдают, у них есть какие-то проблемы. А есть ли люди недочувствительные? На самом деле есть. И как показывают исследования, вообще не только у человека, но и у других животных, там, например, у кроликов изучали, в популяции есть некий разброс такой вот предположен, предзаданности какой-то к восприятию мира. То есть примерно 50-60% это будет среднячок, там, 15-20% это сверхчувствительные, и 15-20% это те, у кого пониженная чувствительность. Но о них вообще никто не говорит, они никому не интересны. Да, и это тоже, на самом деле, показывает отношение культуры к вот этому, ну действительно, видимо, врожденному какому-то биологическому качеству. И если мы посмотрим на историю культуры, то мы увидим, что в разное время могло по-разному, или там в разных культурах по-разному оценивалась способность человека к восприятию эмоций и чувств. Ну, например, если это римская культура, особенно какая-нибудь стоическая тусовка, то, конечно, хорошо, вот если человек максимально такой деревянный, его ничего не колышет, может, он от природы такой, и нет в этом его достижения. Но это будет оцениваться скорее положительно, потому что сама культура, сама идеология нам предлагает, вот давайте откажемся от таких бурных переживаний, выйдем в какую-то точку спокойствия, будем там руки себе сжигать, но это одна из историй, которые Плутарх описывает. То есть настолько, может быть, стойкий человек, что он вот возьмет руку в огонь, положит, ему ничего не будет. Но не факт, что он, может быть, просто действительно боли не чувствует, откуда мы знаем, а не такой уж он смелый и сильный. И наоборот, конечно же, в тех культурах или сообществах, где вот эта способность воспринимать и чувствовать оценивается высоко, там будет сверхчувствительному человеку, наверное, более раздольно. Ну вот, как, например, тот же самый сентиментализм, это может быть, конечно, сентиментальность, может быть, чем-то, чему мы обучаемся, а может быть, это что-то, что у человека есть естественным образом, как хорошо, да, вот, что я, например, где-то в романтической культуре или вот в кружке сентименталистов, такой вот подверженный различным переживаниям, и мне легко почувствовать чужие эмоции. И таким образом получается, что на самом деле сверхчувствительность это, наверное, все-таки не привилегия, как ее описывают. И иногда я встречаю такую ситуацию, когда люди начинают завидовать, например, моей способности откликаться на происходящее. Ну вот я помню, когда я приезжала в Великий Новгород и ходила там со своим приятелем, мы рассматривали фрески, рассматривали старые постройки, то меня это, конечно, очень сильно вдохновляло. Я прибегала, такая, говорю, там, понимаешь, феофан грек, и это заморожено, то есть это фреска ее не перерисовали, она как бы заморожена, то есть вот прям чувствуешь эту старину, и вот эти вот стены такие неровные, и в них прям вот дышит древняя Русь. И человек на меня смотрит, и, ну, он так и не говорит, но я думаю, может быть, думает, интересно, а можно мне то же самое выпить или принять, что она? Потому что, ну, хочется действительно иногда тоже почувствовать вот это, вот это пережить. И я, по крайней мере, в своей практике встречала вот такие упреки или даже зависть, в открытую мне люди говорили, что я завидую тому, что вот ты такая впечатлительная, вот поехала в новое место, все тебе там красиво, удивительно. Но дело в том, что двери восприятия, как описывал их Олдус Хаксли в своем знаменитом труде, где он исследовал внешний способ, да, некоторые знают, что он исследовал, способ раздвижения восприятия, то есть с помощью определенных средств, которые он принимал. Но он заметил, что двери восприятия всегда имеют две створки. И вот первая створка – это вот та самая, на которую хочется позавидовать и которая вроде бы показывает, что, возможно, сверхчувствительный человек – это кто-то такой счастливый, восторженный, всегда радостный, ну, тем более, если он транслирует в основном только эти эмоции. Но есть и вторая дверка восприятия. Хаксли ее описывает как ад. Вот еще одна история. Новый год, 2016, 2 часа ночи, только-только начался год, я еду в такой маршруточке, которую называют обычно карета скорой помощи. Еду в ближайшую больницу, поскольку мои друзья вызвали скорую помощь, поскольку заметили, что мне как-то вообще стало сложно передвигаться, и как-то я скрючилась, и вообще-то мне очень больно. Я бы, наверное, сама не стала вызывать никакую скорую помощь, но там был один человек, который, как он себя позиционировал в семье медиков, поэтому он знает, что не надо шутить с такими вещами. И вот я еду в хирургическое отделение, врачи обсуждают, какую операцию мне нужно будет сейчас делать, что это, аппендицит, язва открылась. В срочном порядке проводят все исследования, и говорят, что, ну, тут не только опасности для жизни нет, тут, в общем-то, ничего серьезного мы не обнаружили, поэтому просто полежите, отдохните, и все. И потом, когда я ходила к врачам и спрашивала, почему такое произошло, мне говорили, ну, вот такой у вас организм. Решил он вдруг закатить истерику на ровном месте. Ну, там были небольшие проблемки, но которые обычно у человека не вызывают вот такой вот реакции организма. А это вот та самая вторая створка, уж не знаю, насколько это было со сверхчувствительностью связано, но действительно вторая створка, это створка боли, негативных эмоций. И вообще, как говорят исследователи, сверхчувствительные люди склонны к тревоге, к различным переживаниям, поскольку, ну, когда такая идет бомбардировка эмоциями и впечатлениями, это бывает сложно выносить, тем более тому человеку, который старается сделать вид, что вообще-то его ничего не беспокоит. И таким образом, вот эта идея о том, что сверхчувствительный человек это что-то вот вау, и нужно к нему стремиться, я, кстати, заметила по некоторым моим знакомым, что они как-то об этом говорят с большой гордостью, потому что вот я-то, я сверхчувствительный человек, я вот такой вот особенный и такой, как все. Я думаю, что это не очень правильная позиция, но может быть и противоположная позиция. Значит, сверхчувствительность это какой-то приговор, это несчастье, вообще болезнь может быть, или что-то ненормальное. И действительно часто вот такие словечки и такие особенности человека используются как нечто, ну, какая-то отмазка. Что, ну, я же такой вот сверхчувствительный цветочек, поэтому я буду капризничать, поэтому я буду все время требовать внимания, переживать, делать что-то, что, может быть, другим не нравится, но я сверхчувствительная, вы меня поймите. Это дает мне оправдание. И вот я когда читала книги о сверхчувствительности, это еще одна автор, Илса Санд, книга «Близко к сердцу». Вот меня задели такие строки, когда она описывала сверхчувствительного человека. Она пишет следующее. «Лично я готовлюсь к лекциям очень тщательно и продумываю каждую мелочь. Я непременно подстраховываюсь и разрабатываю дополнительный план на тот случай, если что-то пойдет не так. Для людей менее чувствительных подобная кропотливая подготовка нетипична. Вот так, нетипична. Даже если события развиваются не так, как они планируют, из колеи их выбить непросто. У меня, честно говоря, этот текст вызвал много вопросов. А с чего это вдруг вы решили, что если вы не сверхчувствительный, если человек не сверхчувствительный, то все. Значит, он к лекциям не готовится и вообще его ничего не будет напрягать. И дальше что-то по тексту. Со стороны сверхчувствительный кажутся весьма придирчивыми. В частности, они терпеть не могут холод и сквозняк, поэтому стараются избегать вечеринок под открытым небом. А посещение парикмахерской порой превращается в настоящую пытку из-за резких химических запахов. В гостях у курильщиков им тоже приходится нелегко. Даже если хозяин старается не курить при гости, запах табака, въевшегося в мебель и штор, непременно доберется до чувствительного носа. Мне рассказывали про одного беднягу, который даже уволился с работы из-за того, что его коллеги постоянно слушали радио, и это мешало ему сосредоточиться. Сверхчувствительные люди редкие гости в кафе, где играет громкая музыка или чересчур многолюдно. И вот я читаю этот текст, я прошла тест. Тест мне говорит, что я сверхчувствительный человек, но я себя, если честно, здесь не узнаю. И действительно, когда рисуется вот такой портрет, возникает еще один вопрос. А почему вы считаете, что вот эти достаточно конкретные характеристики предпочтения связаны с генетической предрасположенностью, с особенностями работы психики, как будто человек – это какая-то запрограммированная машина. И вот раз включили там сверхчувствительность или какую-то повышенную чувствительность, все, в кафе больше она не пойдет. И вечеринки под открытым воздухом ему не светят. Сиди дома, нечего куда-то выглядывать. Но он не поможет себя от его закрытия. Да, да. Ну, я, например, могу сказать от себя, что мне, наоборот, очень тяжело в душных помещениях. Мне скорее хочется как раз вечеринку под открытым небом, чем где-нибудь в маршрутке, например, закрытой. Такое тоже, такое было, такое было, да. И вот это, на самом деле, то, что меня беспокоит, когда я вижу вот эти описания. То есть, с одной стороны, мне нравится то, что действительно есть какая-то новая характеристика, которая может тебя описать и подсказать что-то новое. С другой стороны, когда я вижу вот эти описания, мне кажется, они слишком ли они какие-то вот претенциозные, на что оказывается с этой сверхчувствительностью можно объяснять все, что угодно. И там, если в этих книгах их почитать, там много чего объясняется. То, почему человек мало общается с другими людьми, об этом я еще скажу. И то, почему он уходит, например, с какой-нибудь вечеринки, скажет, все, пока, вы мне надоели, я перечувствовала слишком сильно сегодня. Вообще, я такую тенденцию наблюдаю во многих исследованиях, связанных с нейрофизиологией и с работой мозга. Потому что, на самом деле, если мы посмотрим на связь между, например, какой-то особенностью работы мозга и поведения человека, эта связь никогда не прямая. И, в принципе, ученые это знают. Но потом, когда они пишут такие популярные книги, они как будто немножко об этом забывают. И вот эта связь, она скорее не причинно-следственная, а корреляционная. То есть, есть корреляция, есть действительно некоторые условия. Ну, вот я рождаюсь, например, я рождаюсь мальчиком или девочкой. Это же тоже некоторые условия, но это же не значит, что я теперь не пойду в кафе, потому что я девочка. Или же я рождаюсь с темпераментом. Ну, кстати, почему-то про темпераменты, ну, может быть, немножко про них подзабыли сейчас. Как-то меньше об этом пишут, что вот я, например, меланхолик, и поэтому и дальше весь мой образ жизни описывается. Я думаю, что эта тенденция несколько опасная, и более того, я вижу большую опасность в том, как описываются именно сверхчувствительные люди, потому что они, как правило, описываются, ну, часто говорят, что их путают с интровертами. Потому что из-за вот этого объема переживаемого материала, эмоций, впечатлений, им бывает сложно общаться в больших компаниях, иногда даже и в маленьких компаниях. и тут тоже есть одно мое наблюдение. Ну, как многие из вас знают, наверное, я часто общаюсь в больших компаниях, и я заметила такую тенденцию, что в одной ситуации меня при прочих равных условиях не напрягает это общение вообще, то есть я могу там 2, 3, 7, 14 дней общаться с людьми и в принципе я не чувствую никакой усталости, а в других условиях я, ну, действительно чувствую усталость, по крайней мере, вот домой прихожу, понимаю, что как-то я вымотана. Я сопоставила две этих ситуации и выяснила, нашла там закономерность, очень простую. Оказывается, в первом случае общение происходит где-то на природе, ну, либо в максимально безопасном месте, но чаще всего это природа. Это природа, где не нужно как-то очень много перемещаться в течение дня и я так предполагаю, что, видимо, дело-то вообще не в людях, а дело в том, что, чувствуя, слушая, там, естественные какие-то звуки, находясь под солнечным светом, я просто не устаю, потому что, ну, нет большого какого-то наплыва образа восприятия, а когда я, например, тоже пойду сначала в этой маршрутке, там что-то шумит, там воняет, потом ты идешь куда-то в какое-то помещение, там то светло, то темно, я, конечно, может быть, на это внимание не обращаю, но к концу дня чувствую, что что-то вот у меня совсем уже сознание плывет и непонятно, что же я такого делала, чтобы я устала. И вот такое наблюдение за сверхчувствительными людьми позволяет говорить авторам, что, ну, да, им нужно вот побыть одним, и вообще, может быть, какой-то нужен очень узкий круг людей, с кем они будут общаться, ну, сейчас еще процитирую. Такие вопросы интересные задаются. Значит, советуют сверхчувствительному человеку принять себя, конечно же, принять свои вот эти особенности и показывать их другим. И дальше задается вопрос авторам. Это тот же автор Илсы Санд. Вопрос заключается в следующем. Как вы думаете, стоит ли иметь знакомых, которые считают вас другом только потому, что с вами выгодно иметь дело? И как бы вопрос такой с намеком, да? То есть не то, чтобы действительно предлагать нам исследование провести. Или же вы наберетесь смелости проверить, не является ли такая дружба плодом вашей возбужденной фантазии. Неужели все ваши друзья возьмут и отвернутся от вас? Ужасная картина. Когда задавался этот вопрос, у меня хочется ответить на первый вопрос, да? Почему бы и нет? Почему бы мне не общаться с людьми, с которыми мне выгодно общаться вообще? Вроде даже это логично. Звучи. И очевидно, что вот эти все вопросы, все эти подводки говорят нам о том, что ну вот да, вы же такой особенный, сверхчувствительный человек, и вам нужно вот где-то найти вот это вот свое я и с ним как бы сидеть, обниматься и его любить. И более того, даже та риторика, с которой написаны эти книги, она нам подсказывает, что вообще-то сверхчувствительные люди, они как будто живут в неком особом, выделенном пространстве. Ну, например, даже книжка Alien Aron называется «Сверхчувствительная натура. Как выжить в этом безумном мире?» То есть я сверхчувствительная натура, а вокруг меня безумный мир. Ну, так я, видимо, должна это воспринимать. И когда я читаю эти книги, то там в основном о чем говорится? О том, что вот есть человек, у него такие-то особенности, он не такой, как все. Вот есть сверхчувствительные, а есть не сверхчувствительные. И давайте мы их разделим. И нам постоянно предлагают как бы отделять одно от другого. На что мне хочется спросить? А почему бы, наоборот, не соединять? А если мы нашли такую замечательную особенность? Ну, а что бы нет? Почему бы тогда и не соединить сверхчувствительных людей, не сверхчувствительных людей и вообще не чувствительных людей? И не найти, и не поискать те способы, с помощью которых они смогут лучше как-то друг с другом общаться и функционировать. И я здесь рассматриваю эту особенность, как, ну, просто еще одно данное. Да, как если бы, не знаю, у меня был бы, не знаю, почему я об этом подумала, шестой палец. Ну, шестой палец и шестой палец. У некоторых меньше пяти. Тоже бывает. Как можно использовать вот эту особенность или эту характеристику, эту особенность психики? Ну, вот я для себя нашла несколько вариантов, но в принципе я думаю, что это зависит на самом деле от стратегии, которую вы используете, общаясь с людьми. Мне кажется, что, например, сверхчувствительный человек может быть хорошим проводником, поскольку он восприимчив, во-первых, а во-вторых, он способен, ну, достаточно так эмоционально донести, подметить все детали и донести что-то до другого человека. А, конечно же, часто говорят о том, что сверхчувствительный человек может заниматься творчеством. Да, но опять же, это не значит, что раз я такой сверхчувствительный, то я такой творческий человек. Да, да, может, я вообще закопаюсь во всех этих своих эмоциях, и восприятиях, ничего не буду делать. И наоборот, я знаю людей, которые, ну, наверное, не прямо уж так чувствительны, ничего, занимаются себе творчеством спокойно и даже хорошо получается иногда. Но можно, можно действительно это использовать, как некое знание о себе. и вот когда мы проводим философские консультации, то обычно я задаю такой вопрос, как можно назвать человека, который? Например, если человек показывает определенную поведенческую модель, я его спрашиваю, как назвать человека, который? тупой. И дальше, что может происходить? Может происходить то, что человек скажет, ну, его, мне часто, кстати, это отвечают, его можно назвать тупой. И по идее, мой следующий вопрос должен звучать, вы тупой? Зачем это делается? Это делается не для того, чтобы повесить на себя ярлык и как бы вот упасть под тяжесть этой своей характеристики. Это делается для того, чтобы найти способы как-то это использовать, либо преодолевать. Ну, вот вы сейчас, кто-то из вас прошел, возможно, тест, который я вам раздавала. И, может быть, кто-то проходил до этого теста на сверхчувствительность. И тут можно задать себе такой вопрос. Ну, вот, допустим, ответ «да» или ответ «нет». Или там, у меня, например, у кого-то, да, там, 4 ответа из 23 совпадают. Ну, это скорее говорит о том, что человек не сверхчувствительный. И вот, когда этот человек, который проходил тест, и 4 балла у него получилось, он, я так понимаю, несколько расстроился этому, да, то есть плохо, хочется быть чувствительным. И вот здесь можно задать вопрос себе. Это хорошо или плохо? Мне это нравится или не нравится? И дальше уже спросить, а почему? А что в этом хорошего? Что мне нравится, что мне не нравится в этом? Зачем? Для того, чтобы просто как-то скорректировать стратегию своей жизни, скорректировать свое поведение, исходя из вот этой характеристики. И на самом деле, вот эта сверхчувствительность, это только лишь, ну, какая-то, какая-то маленькая особенность. А сколько есть разных вариантов использовать эту особенность? Сколько есть вариантов что-то сделать с этой особенностью? Или несмотря на нее? Не важно. То есть возможностей намного больше, чем вот просто какая-то маленькая деталь там личности, темперамента. Поэтому я призываю вас рассматривать это лишь как трамплин, для того, чтобы, может быть, что-то о себе понять. Ну, я так рассматриваю, что понимать себя это хорошо. Может быть, кто-то скажет, нет, это нехорошо. Тогда еще забудьте в этой своей особенности, особенности, если она есть, или какой-то другой. Но трамплин, который ведет на множество путей. Тот путь, который вы выбираете, любой. Поэтому, наверное, не стоит считать, что это какая-то характеристика, в которой складывается вся личность. Я, кстати, довольно часто замечаю такие вещи, когда люди узнают либо о таких особенностях, либо прям уже, ну, ближе к расстройствам. Например, есть там такие, как бы, тоже говорят, что это особенности, а не расстройства. Там есть СДВГ, есть различные аутические расстройства. И люди часто, особенно в интернете, пишут, это объяснило мне всю мою личность. Вот. Я советую вам не объяснять свою личность через какую-то одну характеристику, а выбирать любой тот путь, который вы считаете ценным и важным. Спасибо за внимание. Я готова ответить на ваши вопросы. Да, пожалуйста. Ну, все же, что отличает чувственного от человека? Чувственного от чувствительного? Ну, чувственный, даже я сейчас вот думаю, в каком контексте. Мне такой контекст вспоминается только про женщину, обычно говорят, да, что вот женщина там чувственная. Вот, возможно, кстати, вот чувственность, это больше о том, о чем Юра говорил в самом начале. То есть это о выборе моем. Да, что я сейчас выбираю? Я выбираю эмоции или я выбираю разум? Да, или я буду считать, что нужно там идти за свои эмоции, раскрывать ее, там, раскрывать сексуальность, например, да, и вот беру это в качестве той точки мышления, да, от которой я буду там свое поведение строить. А чувствительность в данном контексте это лишь некая, ну, особенности организма по факту, да, и то есть будучи, допустим, сверхчувствительным человеком, я вполне спокойно могу сказать, что нафиг вообще нужны эти чувства и эмоции. Но единственное, что вот я за собой тоже это наблюдала, почему все-таки лучше учитывать этот факт, так же, как учитывать, например, что я болезненный человек или я там наоборот гиперактивный человек, потому что, когда мы этого сильно не учитываем, то можно, ну, можно попасть в такую ловушку все возможности, что ли, да, то есть я все могу. То есть вот эта сверхчувственность, она нас на самом деле ограничивает, несмотря на то, что она сверх называется. Она ограничивает в том смысле, что, ну, вот есть вот такая особенность, а другая особенность, она мне не дана, я не могу переключиться на нее. Вот, и в этом смысле, ну, вот тоже наблюдение из моего личного опыта, я, конечно, довольно часто смотрю за своими друзьями, вижу, вот какие они там активные, у них все это получается, и там много занимаются, но особенно вот, может быть, кто-то догадается, о ком речь идет, кто постоянно какие-то челленджи, постоянно какое-то там выучила это, сделала то, пошла на тренировку, все смогла. Вот, для меня, видимо, это как раз особенность такой организма, ну, мне это не очень доступно, и когда я начинаю пытаться жить в таком ритме, то, ну, обычно это сказывается. Приходится недели-две лежать дома потом. Вот, поэтому здесь нет моего выбора, когда я говорю про сверхчувственность, но это не значит, что выбора нет вообще. Это только некоторая рамка для меня. Друзья, есть ли еще вопросы? Да, сейчас девушка. Я так поняла, вы считаете, что сверхчувственность это обязательно рожденное что-то, но не приобретенное, ну, просто психически, как-то, может быть, приобретенное в детстве что-то? Ну, насколько я понимаю, опять же, автор термина предлагает именно такое понимание. Вот, потому что вообще сверхчувствительность, или высокая, да, вот это high sensitivity, это вообще не то, что только человеку присуще. То есть это некоторая, вот, врожденная действительно особенность. И поэтому, например, она же в том числе обращает внимание на то, что, например, просто какая-то раздражительность временная, да, или связанная там с тем, что, ну, какой-то стресс был длительный, например, так же в детстве, это немножко другое. Это не про сверхчувствительность, и поэтому это можно вылечить, в отличие от сверхчувствительности, которую вылечить нельзя. Да, сейчас, вот вопрос еще был. Есть ли связь между сверхчувствительностью и мнительностью? Мнительностью? Да, наблюдают такую связь, но, опять же, вот смотрите, когда описывают сверхчувствительных людей, то нужно понимать, что это конкретные люди в конкретной культуре, с определенным воспитанием. Это не только о том, что у меня есть биологически что-то заложено, но и о том, как вот это заложено, проявилось в определенных условиях. И есть такие исследования, которые показывают, что действительно человек сверхчувствительный может быть мнительным. Почему? Особенно в той среде, когда ему, как бы, говорили, что это не очень хорошо. Почему? Потому что, во-первых, большая информация считывается, чисто сенсорная, а во-вторых, есть ощущение, что это как-то не очень нормально. Ну вот, тоже поделюсь историей, у меня сегодня такой вечер откровений. История следующая. Я как-то была в Грузии, в Тбилиси мы ездили с друзьями, и я вернулась домой, буквально там два дня прошло или три, и мне приснился грузинский лимонад. Сфихуа. Это мой любимый. Я понимаю, конечно же, что, ну, это нереально. В Волгограде, ну, или это надо ехать, куда-то искать. У меня не было идеи найти этот лимонад, я думаю, ну, просто пойду куплю себе лимонад. И вот мы идем с моим приятелем, который тоже был в Грузии, и вдруг я вижу, мы в какой-то такой магазин зашли, необычный, вдруг я вижу на полке стоит, по-грузински написано, нарисовано это фихуа, и я такая, ай, смотри, смотри. И на что мне этот приятель говорит, такой, тихо, 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 ты что, здесь люди, нельзя себя так вести. Вот. А я в этот момент, почему я себя так веду? Потому что я думаю, что ситуация безопасная, что, как бы, человек, наверное, не будет сильно переживать, ну, как бы, магазин, ну, мало ли, какие-то люди ходят, да, то есть я чувствовала в этот момент себя в безопасности, тут поняла, что нет, на самом деле, лучше себя так и не проявлять. И, конечно, такие ситуации, такие истории заставляют, ну, как-то очень аккуратно относиться к своему поведению и считывать, да, то есть я вот часто так смотрю, думаю, интересно, не слишком, там, по лицам, да, не беспокоит ли человек и мое поведение, может быть, нужно как-то немножко постараться сдержаться, поэтому, да, но второй вариант, это вот тоже были исследования, но это, скорее всего, больше американская культура, когда, наоборот, вот эта сверхчувствительность ребенка, она так воспевается и родители всячески поддерживают его, то, говорят, в такой ситуации ребенок, наоборот, становится суперуверенным в себе, ну, то есть ему вообще кажется, потому что он же легко впитывает информацию, и ему кажется, что весь мир вообще его обожает, и тут будет, наоборот, скорее не мнительность, а вот это вот поиск подкрепления, да, где же, где же эти люди, которые меня любят, они точно есть, я в этом уверена, вот, поэтому может и в ту, и в другую сторону повернуться. Да, пожалуйста. А правильно, я понял, что вы отождествляете сверхчувствительность эмоциональную и телесную, бывает ли одно из другого по вашей литературе? Ну, да, можно сказать, что они отождествляются, потому что изначально все-таки это протелесная чувствительность, которая затем постепенно начинает переходить и в эмоциональную, даже чувственную, поскольку вот эти отклики, да, то есть, ну, есть база вот в исследованиях, там, допустим, гоносеологических самых таких базов, делается разметка, что вот есть ощущение, это первая ступень, а потом восприятие, потом представление. И то есть вот от ощущения будет уже потом складываться, например, восприятие, от первичного какого-то переживания, там, простых чувств, будут уже потом и сложные чувства тоже восприниматься, например, более эмоционально. Хотя здесь, я думаю, может быть и обратная ситуация, да, тоже, опять же, вариативно, потому что сверхчувствительный человек, может быть, его и так, он настолько от этого всего устает, от своего перегруза сенсорного, да, что уже там какие-то эмоции просто сил не остаются. Такое тоже бывает, я забыла, к сожалению, термин, Павлов предлагал, термин, который про ступор, там, да, то есть человек может находиться в ступоре, то есть наоборот, он не чувствует каких-то эмоций. Какая-то турнеет? Нет, нет, не настолько. То есть он живет, он действует, но просто его эмоции очень сильно приглушены именно из-за того, что перегружена нервная система и как бы вообще не до этого. Да, Илья, пожалуйста. Приставка сверх означает степень высокую чувствительность или означает какое-то другое качество, другой способ взаимодействия. Нет, степень, степень. Хорошо, тогда какая степень, как не видится? Какая тонна шкала? 7,5. Да, это интересный вопрос. Значит, мерится, во-первых, по активности островковой части мозга. Сам факт активности или степень, опять же, степень активности. Ну, например, сколько там пространства задействовано, насколько я понимаю. Либо по... Ну, опять же, интенсивность. Да, то есть это, я думаю, то, что можно посчитать. Например, интенсивность реакции моей на какую-либо там картинку считается количеством импульсов. На который заходишь, островковая часть мозга. Это связь с чувствительностью? Наверняка есть, но, честно говоря, я не знаю. Но я думаю, что да, есть. То есть есть как бы средние показатели этой активности и показатели превышающиеся. Да, по-тесту нельзя к интенсивности, правильно? Уже недостаточно. Да, да, да. Ну, как бы... Ну, что МРТ, а то есть, что-то где-то островок. Ну, по сути, да, но это и делается. Делается МРТ. То есть, конечно, этот тест, ну, вот, как бы взгляд с другой стороны, то есть, как я могу по человеку предположить, там, что он чувствует по его внешнему виду, то же самое здесь происходит, Возможно, я и ошибаюсь, но какая-то корреляция, возможно, и будет. Да, Вадим. У тебя интересный момент был, когда ты демонстрировала, цитируя авторов, их какое-то стремление сконструировать какое-то меньшинство на основе вот этого признака. В этой связи вопрос. Сейчас-то вообще тренд меньшинства, и вопрос такой, в условиях, когда и так уже есть огромное количество выбора в том плане, как себя определять через какое-то меньшинство, по знаку зодиака, по национальности, по месту проживания, ну и более какие-то другие разные предпочтения уже огромные дума. Что двигает вот этими авторами и людьми, которые пытаются сконструировать еще какое-то новое меньшинство, опять отделить одних людей от других по какому-то новому признаку? Ну, что авторами двигает, я думаю, тут более-менее понятно. То есть, во-первых, смотрите, как замечательно устроился человек, я не осуждаю, если что, но есть новый термин, есть новая целая ветка исследований, которые, ну, практически связаны там со своим именем, там еще муж у нее тоже, они обычно Арон и Арон, он тоже подмазался к этим исследованием. То есть, ну, во-первых, это новое, это открытие, да, это деньги, в принципе, там выделяются реальные деньги на исследование, это все имеет, конечно, такую значимость. Для людей, которые вот это все тестируют, я думаю, что зачем это нужно? Это нужно для того, чтобы получить какой-то ориентир, да, и, видимо, вот как бы с одной стороны действительно много дается ориентир, но с другой стороны они такие текучие, они такие, вот сегодня я верю в гороскопы, а завтра я уже не верю в гороскопы, значит, нужно что-то новое найти, да, и поскольку сама реальность тоже очень меняется, например, я нахожу, попадаю в новую среду, а там, например, ученые, а ученые говорят, не надо верить в гороскопы, я думаю, ну ладно, надо что-то другое найти, а вот тут на исследованиях основано, поэтому можно теперь эту использовать сетку, то есть вообще, ну я думаю, да, есть такая тенденция бесконечного размножения этих множеств в современном мире, потому что еще есть переход, то есть нет такого, ведь это не что-то устойчивое, типа, а-ля, я там принял ислам, и, хотя и сейчас, и это, да, не очень устойчиво, возможно, я принял ислам, теперь моя картина мира определена, я определенная, я понимаю, почему я делаю или не делаю что-то, то тут нужно, видимо, какое-то обновление, потому что, я, кстати, по себе тоже это замечала, потому что посмотришь что-то, там, прочитаешь книгу, вот вроде бы какое-то объяснение есть, можно им пользоваться, но потом происходит откат, потом ты про это забываешь, потому что, видимо, на самом деле это не так важно, и нужно, опять нет ориентира, нужно еще что-то найти, поэтому, я думаю, такие исследования будут проводиться, и какие-то другие особенности тоже будут находиться, все больше и больше, да. А есть какие-то особенности в общении с теми? Ну, приводятся, да, особенности общения, ну, например, в основном, конечно, книги пишутся для самих сверхчувствительных, я сейчас попробую, да, да, что-то здесь, какой-то вывод сделать, ну, там, например, говорится о том, что сверхчувствительный человек, а, вот, например, он очень легко считывает чужую эмоцию, и поэтому, когда, допустим, тот, у кого эмоции достаточно поверхностные и легко выражаются, да, то он приходит и начинает там на него вот это вот все сваливать, там, не знаю, а у меня, там, не знаю, какой-нибудь ботинок порвался сегодня, да, и вот начинает эту эмоцию сваливать на сверхчувствительного человека, а тот потом будет, не знаю, всю ночь, весь день думать про этот ботинок и переживать все эти эмоции, поэтому, ну, вот, если какой-то совет отсюда вычлить, то, наверное, стараться, как бы, ну, тоже как-то себя сдерживать эмоционально, и плюс, зная, например, что эмоционально очень человек заряжается быстро, да, ну, вопрос, какая цель, если вы хотите, чтобы человек, например, какую-то идею вашу понял, может, не надо его так сильно давить эмоционально, а то он там сейчас все совсем уйдет, устанет потом от этих переживаний, зачем оно вам надо. Да, Максим. Саша, можно ли избавиться от сверхчувствительности? Если можно, то как? Да, какие-нибудь комментарии. Это тоже популярный вопрос, ну, получается, что нет, нет, избавиться этого нельзя, потому что, ну, это тоже, можешь мозг как-то поменять, я не знаю, другой. как закаливание. Нет, это не будет работать, потому что, смотри, наверное, не избавиться от самого, то есть, это особенность психики, да, как ты можешь избавиться, например, от темперамента своего. Не можешь, но ты можешь перестроить свое поведение, например, под другой темперамент. И иногда так, что люди, ну, действительно будут обманываться, считая, что вот он сангвиник, а он на самом деле не меланхолик какой-нибудь, плачет по ночам. Но внешне ведет себя абсолютно как сангвиник, да, поэтому это скорее как раз хитрый инструмент, что если я это знаю, я могу, в общем-то, и, ну, как-то искусственно от этого отойти, да, но не до конца, никогда не до конца, поэтому всегда приходится учитывать какие-то особенности, чтобы выстраивать свою стратегию. Да, пожалуйста. Саша, скажи, пожалуйста, вот, сверхчастие, это все-таки ваши статики и рт-тики тоже. Ну, честно говоря, сложно сказать, как это к этике относится, хотя вы имеете в виду, что больше переживают какие-то моральные дилеммы, да, но я думаю, что нет, они больше они переживают моральные дилеммы. Единственный этический аспект, который я вижу здесь, это вот то, о чем Вадим спрашивал, да, это уже о стратегии позиционирования себя, но это на самом деле выходит за саму сверхчувствительность, в принципе, там нет ничего о мышлении, да, то есть, внутри этой особенности, а это скорее позиционирование, например, я могу сказать, что этично, если человек сверхчувствительный, там, с ним как-то особенно обращаться, как-то стараться понять его потребности, ну, собственно, что и заявляется, как я понимаю, вот во всех этих популярных книгах, да, что необходимо как бы это принять, понять, учитывать, да, простить, учитывать это меньшинство и относиться как-то вот толерантно. Вот этот этический аспект, но это на самом деле не связан с, этот аспект с самой особенностью психики. Да, пожалуйста. Вот там, к примеру, про знакомую, которая успевает на тренировку сходить и проектом заняться, а вопрос, ну, по сверхчувствительному человеку получается это как-то менее доступно, и хотелось бы узнать, почему сверхчувствительность мешает вот так, чтобы он крутится и какой формат труда тогда для себя чувствительного человека более подходя. А лучше вообще не крутиться, это ладно. Почему мешает? Потому что есть, к сожалению, вот такая большая побочка, как быстрая утомляемость. Поскольку, ну, опять же, зависит, наверное, от окружающей среды, в которой вы находитесь, да, ну, вот, как в моем примере с выездом на природу. Вот если бы там на природе жить, то, может быть, вообще это никак бы не повлияло, потому что нет, множества каких-то раздражающих факторов. Но сами эти факторы, они составляют, ну, то есть, вот помните, я приводила пример мозга, который исследует всесторонне каждую там реакцию, да, представляете, как он устает от этого, да, и, соответственно, чем больше реакции, чем больше раздражителей, тем больше будет утомляемость. Да, есть ли еще вопросы? Хорошо, если вопросов нет, то спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ